Природа и ее обитатели – мир, который не знает границ. А вот между странами границы существуют, и они нередко проходят по заповедным территориям. Сегодня в Старом Свете насчитывается 12 трансграничных парков. Один из них – заповедник Пасвит, расположенный на перепуте трех государств – Норвегии, Финляндии и России. Заповедник Пасвит И начнем с Финляндии. Сердце финского Пасвика – деревушка Инори. Жителей всего несколько тысяч, гостей куда больше, не сосчитать. В Инори есть что посмотреть. Современный визит-центр с музеем, о котором наша страна пока только мечтает. Голограммы времен года, чучело обитателей финского заповедника, которые макетами-то не назовешь. Они двигаются, чрекают, скворчат и рычат. Директор российского Пасвика мотает на ус. Как бы сделать похуже у нас? Много людей обращается, мы вынуждены отказывать, так как у нас очень слабая структура. Естественно, должно быть и в гостинице, где люди могли прожить, как в гостиничном номере. Должно быть типа кемпинга. И сегодня я считаю, что Никель, Печенский район является лицом России. Лицом России на севере. И вот это не просто необходимо, а нужно развивать. Вся суть в инфраструктуре. Открыть гостиницу, кафе и туристы поедут. Разве не можем мы показать такой же самский погост? С домиками, в каждый из которых свободный вход, с предметами быта, с которыми разрешено фотографироваться. Можем. У нас есть самские общины, которые вас создают, будет предков. Загвоздка вот в чем. Россия в Евросоюз не входит. Безвизового режима нет. Проблема не в том, чтобы создать эту инфраструктуру, а в том, чтобы оправдать ее создание. То есть мы можем ее создать, но не решить при этом другие проблемы, связанные с нашими приграничными вопросами. И тогда эта инфраструктура будет не задействована. Поэтому обязательно надо сначала эти проблемы решать в комплексе. Нужно сначала с нашими партнерами договориться по упрощенному режиму въезда и оформлению документов соответствующих. А затем уже развивать инфраструктуру. Либо это все делать параллельно во взаимосвязи. Заповедная территория, она же зона развития туризма. Эта равновесия поддерживает международная организация Европарк, в которую мы не входим. И у нас нет такой возможности сесть на катер и проехать по заповедному водоему к заповедному острову, откуда открывается изумительный вид на финский пасвик. Одна из излюбленных экскурсий туристов. У России большой потенциал в сфере развития туризма, потому что очень много прекрасных мест и природных богатств. Это действительно может принести экономическую выгоду населению и привести к развитию региона. Поэтому такая встреча, как сейчас, очень важна для таких стран, как Россия. Россия может многое перенять того, что будет способствовать развитию страны. И мы перенимаем у Финляндии и у Норвегии, где поток туристов еще больше. Почему? Когда и где пересекаешь финско-норвежскую границу, заметить невозможно. Ее просто нет. Шенген. Но вот нас встречает норвежская деревня Сванвик и самый посещаемый туристами экологический центр Сванвик. Мы уделяем большое внимание туристической составляющей. Ее основа – наблюдение за птицами. Чтобы увидеть диковинных пернатых, в норвежский пасвик приезжают со всех уголков мира. Наблюдают за пернатыми на реке Пас. На той стороне, в каких-то нескольких десятках метров, уже российский берег. Организаторы поездки устраивают состязания. Кто насчитает больше видов птиц? В бинокль лебедной крачке, кулике, белоснежная стая лебедей. Штук 70. Рекопас – это то место, где птицы не только мигрируют из севера на юг и обратно, но также и гнездятся. Если так по берегу пройти, мы сейчас просто не будем тревожить никого. Там можно и гнезда увидеть. Складывается впечатление, что за птицами следят единицы. Остальные в бинокль хотя и смотрят, но не на реку. Финьюр Китолин признается. Ему куда интереснее разглядывать в оптику никель и его окрестности. Но на ровежской стороне хорошо, российская для него загадка. Да, я сегодня увидел столько птиц, сколько ни разу за всю свою жизнь не встречал. Но ведь и с российского берега можно увидеть столько же. В России я ни разу не был, и мне так интересно, как там нас примут. Обычно делается это вот так вот. Поломается хлеб. Мы обычно делаем это вот так. Мы берем кусок хлеба. Кладется в соль. Пусть в соль. Откусывается. И ехать. И в виде исключения, для которого можно поцеловать. Встречать гостей хлебом с солью да песнями русскими – старая добрая традиция. Иностранцы подхватывают настроение и отдых даже при отсутствии какой-либо инфраструктуры. Получается великолепным. Гости предлагают – надо сделать хотя бы один безвизовый день, когда граница между Евросоюзом и Россией будет открыта. Необходимо согласие правительства. Я считаю, что 100 километров погранзоны – это слишком много. И я сама буду поднимать вопрос в будущем безвизового туризма, именно экологического туризма. Директор российского пасвика Владимир Чижов согласен, но лишь отчасти. Считает строгую охрану заповедной зоны нашей особенностью. И выход видит в развитие инфраструктуры за пределами заповедника. Когда мы проезжали, там была гора Коскома, гора Кораблек. Это такая возможность, где можно развить и горнолыжный курорт, где можно пешие трубы, лодочные прогулки. И первый шаг уже сделан. В Никеле приобретено здание под современный визит-центр Пасвика. Недаром его директор отмечал особенности стран-соседей. У нас тоже будет музей, тоже гостиница, конференц-залы. Проект готов. Осталось согласовать, найти подрядчиков и приступить к работам. Планируемый срок сдачи объекта – конец 2013 года. Визит-центр позволит принимать гостей со всей России и Европы. Так что не исключено, вместе мы еще споем. Если взялись и так недороги, подмосковные вечера… Эта международная трехдневная конференция абсолютно всем его участникам дала многое, ведь партнерство помогает учиться друг у друга, учиться обращению с природой. Главная цель достигнута. Обсужден характер действий на таких непростых территориях, как территории сопредельных государств. Сотрудничать в этом направлении необходимо дальше. И работа будет продолжена.